В феврале текущего года казанские студенты получили возможность пройти стажировку в городской мэрии. Из 300 конкурсантов в проект прошли всего 30 участников, в том числе студенты Казанского федерального университета. Море амбиций, идей и всего два месяца, чтобы сделать первые шаги к их реализации. И вот спустя несколько недель после окончания программы стажеры городской мэрии смогли презентовать свои проекты главе города лично. Представления были на самом деле такие расплывчатые вообще в целом у муниципальной службы. То есть когда ты приходишь, ты думаешь, что у города проблемы есть, нужно быстренько решить. А на самом деле, когда погружаешься, осознаешь все аспекты, какие-то маленькие мелочи в развитии города, в построении его, в реализации каких-то проектов, ты понимаешь, что это огромный-огромный труд. В ходе мероприятия глава города вручил участникам программы специальные сертификаты о прохождении стажировки. И пообщался с ними на волнующие темы. Основной темой обсуждения стала возможность дальнейшего профессионального роста в политических структурах. Я ожидала, что стажировка пройдет настолько интересно. На самом деле, когда подавала заявку, думала, что у нас распределят какие-то структурные подразделения, и мы будем там непосредственно работать с какой-то конкретной своей задачей, по своей специальности, возможно, или просто то, что интересно. А по факту мы получили то, что нас познакомили вообще со всей структурой мэрии, познакомили с каждым структурным подразделением по отдельности, дали лично поговорить с какими-то заместителями руководителя аппарата, где-то с заместителями мэра, и даже появилась возможность задать прямой вопрос мэру. Участники программы признаются, что темы для своих проектов выбирали, исходя из проблем, с которыми сталкивались лично. Так, к примеру, одна из команд разработала проект по решению вопросов, связанных с общественным транспортом. В качестве первых шагов участники группы предложили сотрудникам мэрии на пару недель перейти со служебных автомобилей на общественный транспорт. Ну, вы знаете, транспорт – это артерии города, которые пронизывают его, и это очень актуально. Если город хочет развиваться, а мы слышали о проекте, что мы хотим догнать Токио в 2030 году, если мы хотим развивать Казань и делать ее удобной, то транспорт – это одно из тех направлений, которые обязательно нужно развивать. В перспективе городские власти планируют расширить проект. Уже этим летом 10 лучших стажеров смогут попробовать свои силы, работая в правительстве Москвы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.